Что такое ангина, знают, напевно, все родители. Вы считаете, что можно обидеться без антибиотиков? Давайте послушаем, что скажет с этого привода лекарь Комаровский. Нутрилон. Рекомендация педагогов номер один в Украине. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте. Сегодня письмо про ангину и антибиотики. Читаю. Дочери 7 лет. Был поставлен диагноз ангина, и врач выписал антибиотик. Неужели он так необходим? Разве нельзя обойтись полосканиями и народными методами? Много видела рекламы сосательных таблеток для лечения ангина. Вот это интересно. Ангина вот в ряду всяких ОРЗ стоит особняком. Вот, как правило, когда речь идёт о болях в горле, насморке, кашле, то ошибочно в ряду всяких диагнозов, типа ринит, фаренгит, назофаренгит, ставится и ангин. Дело в том, что большинство болезней, которые сопровождаются болями в горле, это проявления острых респираторных вирусных инфекций. Лучше дома сидеть. Кошмар! Ангина – это острая, бактериальная болезнь, заразная болезнь, которая в подавляющем большинстве случаев вызывается микробом, который называется стрептококк. Принципиальная особенность ангины – нет насморка. То есть, если у ребёнка болит горлышко и сцопли ручьём, то это не повод суетиться. Это стоит записать. Но если у ребёнка или у взрослого имеются боли в горле, но нос сухой, это может быть ангина. А при ангине как можно скорее нужен врач. Почему? Потому что ангина – это, как любая бактериальная инфекция, заболевание, которое лечится антибактериальными средствами. Прежде всего, антибиотиками. Этого я не знала. Поэтому тот факт, что вам при ангине был назначен антибиотик, свидетельствует лишь о том, что у вас адекватный врач, который адекватно реагирует на, собственно говоря, диагноз ангины. И хотел бы ещё раз всех предостеречь от лечения ангин сосательными таблетками. Все лекарства, которые используются для сосания, так вот, все они предназначены, и так написано в инструкциях, для вспомогательного лечения ангин. А основным методом лечения является применение антибиотиков. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Всего вам доброго. Не валейте. До свидания, доктор.